Добрый день, меня зовут Веневитин Роман Геннадьевич, я подполковник Вооруженных Сил Российской Федерации, бывший командир 72-й бригады. В этом обращении мне бы хотелось высказать свою точку зрения на шумевшее видео, связанное с моими взаимоотношениями с ЧВК «Вагнер». На вопрос, есть ли у меня неприязнь к ЧВК «Вагнер», скажу так, напряженность с «Вагнерами» у меня и моя бригада начались с первых дней нашей переброски на Артемовское направление. Это было связано не только с провоцированием наших бойцов на конфликты, своим дерзким поведением и постоянными угрозами обнулить, убить, но и с конкретными действиями. Так, например, бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП и до сих пор эти машины не были переданы в руки Министерства обороны. ЧВК «Вагнер» считает то, что это военный трофей. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которые их окружили и обещали обнулить, только за то, что они работали не так, как хотелось в «Вагнерам». имел место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения, чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали голым, держали на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку, пытались сжечь. Также был похищен начальник штаба галочного дивизиона. Я не буду называть фамилию этого человека. Которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе одного из населенных пунктов в районе боевых действий. По всем этим случаям есть свидетельские показания бойцов и очевидцев. Часть из которых я потом опубликую вместе со своим заявлением. В апреле-май подразделения на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на птуры, боеприпасы. Заставляли заниматься складированием двухсотых, трехсотых. То есть использовали как разнорабочих, просто как рабов. Были случаи, когда моих бойцов забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК Вагнер. Тем самым ослабляя я фланги Бахмута и моей обороны. Были такие случаи и они задокументированы. Как вы думаете, может ли у меня быть личная неприязнь к ЧВК Вагнер? Что вы добивались, когда вы сами подорвали обороноспособность фланга Бахмута? И одновременно заявляя в СМИ, что Министерство обороны не может их удержать. Как можно охарактеризовать перечисленные действия? Хотя в наших взаимоотношениях были светлые пятна. Когда наши медицинские и артиллерийские подразделения совместно выполняли хорошую работу. Вытаскивали раненых и артиллеристы помогали и вам, и нам. Как произошло мое пленение, я будучи командиром бригады, объезжал свои подразделения и подовые порядки. Путь мне прекратили сотрудники ЧВК. Для этого не было никаких правовых и иных оснований. Терпеть этого я как боевой офицер не собирался. Никаких отношений подчиняясь частными военными компаниями у меня нет. Я подчиняюсь своему командиру. Командиру 3-го армейского корпуса и командующего группировки. В результате сотрудники ЧВК военной компании «Вагнер» были разоружены и отправлены в известное направление. Ну, нахуй они были посланы, блин. Странно было бы ожидать иного, поскольку мы находимся в зоне моей ответственности. Не ЧВК «Вагнер», а моей бригады. Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались. Так как не издевался бы любой, блин, озлобленный русский солдат над пленным, солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать. Три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. И вы после этого заявляете, что я был задержан для проведения следственных действий. Распространенное вами видео с моим допросом – это результат давления. И только. Тут необходимо обратить внимание на следующее. Во-первых, действие ЧВК «Вагнер» в отношении меня находится полностью вне правового поля. При всем уважении к компании, у нее нет никаких полномочий. Во-вторых, на момент совершения в отношении меня противоправных действий у меня была контузия. Отсюда заторможенность речи и так далее. Что подтверждается медицинскими документами. В-третьих, мы с вами знаем то, что у вас есть видео, подтверждающие пытки надо мной и издевательства. К вопросу «Минировала 72-я бригада тылы ЧВК «Вагнера» давайте разберемся». Во-первых, это не тылы ЧВК «Вагнера», это зона ответственности 72-й бригады. Для начала. Данное заявление – это продукт воспаленного сознания пиар-службы «Вагнера» и попытка дешевой, циничной информационной атаки на руководство Министерства обороны в день начала масштабного наступления в СССР. Можно сказать, что этим заявлением вы не просто мочили генштаб, но и открыто подыгрывали ворогу, блин. Еще раз заявляю, минирование тыловых районов «Вагнера» – это бред сивой кобылы, потому что у «Вагнера» нет тыловых районов. Есть тыловой район 72-й бригады. Вагнера. Вагнера.